Банк ВТБ Банк ВТБ Банк ВТБ Банк ВТБ Банк ВТБ Банк ВТБ может быть обусловлена тем, что первый канал за последний год сдал позиции в рейтингах популярности телеканалу «Россия-1». Согласно данным за 2019 год, среднесуточная доля аудитории «Россия-1» среди всех зрителей старых 14 лет, проживающих в крупных городах, равнялась 11,8, первого канала – 10,4. Схожая ситуация сложилась в первом полугодии 2020 года. У «Россия-1» почти 12,3%, в то время как у первого канала – те же 10,4%. Есть такая проблема, как кризис доверия. Он преодолим, это не критично. Доверие, и рейтинг доверия, и рейтинг смотрения, если уж мы этими категориями оперируем, у телевидения, у традиционного телевидения падает. И на этом фоне ты вырвался вперед, это еще не значит, что на самом деле вырвался вперед, просто у другого упало чуть больше. Несомненно, первый канал является флагманом российского телевещания. Телеканал занимается производством телепрограмм, сериалов, фильмов, новостей и другого информационного контента. Пока что не ясно, кому перешли 20% акций, бывших ранее у банка ВТБ. У нас у зрителей остается только один вопрос. Это сделано ради повышения качества исходного контента, который будет потом получать потребитель? Либо это сделано в каких-то исключительно политических, идеологических соображениях? И тогда ожидать улучшения качества контента нам не приходится? Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс.